Здравствуйте, Михаил Васильевич! Здравствуйте! К нам через видеоканал Фонда Рабочей Академии обратился наш зритель Евгений Степанчиков. Он профсоюзный деятель, и вот он написал нам такое письмо. Сейчас зачитаем. Уважаемый Михаил Васильевич, с огромной благодарностью получаю знания, просматривая ваши лекции. Я являюсь председателем участкового профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации профсоюза работников угольной промышленности, сокращенно ПРУП, одной из шахст западного Донбасса. В объединении 10 шахт. Первичные организации этих шахт объединены в территориальный комитет, сокращенно ТЕРКОМ. Все ТЕРКОМы объединены в ПРУП, то есть профсоюз работников угольной промышленности. С огромным интересом смотрю ваши лекции на канале Фонда Рабочей Академии, Ленру и у Пучкова, и вообще везде. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. И вот Евгений Степанчиков задает следующие вопросы. Первое. Михаил Васильевич, не будете ли вы против того, что я использую ваши знания, цитаты и так далее для создания обучающих видео и прочих материалов в работе с членами моего профсоюза? Дорогой Евгений, я думаю, что вы понимаете, что касается деятельности пропагандистской, она в том и состоит, чтобы как можно больше людей узнало те идеи, которые выражают коренные интересы трудящихся. Тут надо думать не о том, кто первый сказал, а о том, правильно ли это выражает интересы тех людей, которые в сложных, тяжелых условиях трудятся и которые между собой должны быть солидарны. Не случайно Маркс и Энгельс такой лозунг прогласили. Пролетария всех стран, соединяйтесь. Я думаю, что мне надо вас благодарить за то, что вы с таким вниманием относитесь и к тому, что происходит у нас, и к выступлениям. И если у вас есть другие вопросы, я готов на них ответить. Другой вопрос. Может ли отдельная первичка организовать какие-либо протестные коллективные действия вопреки мнению территориального комитета? Значит, я думаю, что здесь вопрос понимания того, что такое первичка. Первичка потому и первичка, что она это первичный коллектив. Он основа всего. Это основа любой организации. Хоть профсоюзная, хоть партийная. Правильно? Первичная организация, она ближе всего к людям, ближе всего к рабочим, ближе, так сказать, лучше знает их интересы. И поэтому она должна, не просто вот с чем бы я не согласился насчет всяких протестных действий. У нас отбирают, мы протестуем, нас бьют, мы протестуем, нам ухудшают условия труда, мы протестуем. То есть вообще сама задача протеста, мне кажется, она негативная и пустая. Я думаю, что должна быть по-другому поставлена работа. Первичная профсоюзная организация должна выдвигать требования. Требования. Все кодексы трудовые, они все предполагают, что в случае социально-трудовых конфликтов, то профсоюзные организации, представляющие интересы работников, выдвигают требования. Эти требования кем выдвигаются? В конкретной организации, то есть на конкретной фабрике, на конкретной шахте, в конкретной бригаде и так далее. Поэтому, конечно, прежде всего речь должна идти о выдвижении требований. И не просто мы должны там протестовать, а мы должны выдвигать свои требования и добиваться их выполнения. Для этого существуют там соответствующие процедуры. Во всех странах есть закон, который позволяет, там трудовой кодекс, который с теми или иными изменениями позволяет иметь некоторую процедуру разрешения коллективных трудовых споров. И нужно в этих спорах участвовать, доводить дело, если не соглашается работодатель до забастовки, а от вышестоящих или даже, как некоторые говорят, вышесидящих организаций требовать поддержки вашей борьбы. На то существуют верхние всякие звенья, не для того, чтобы просто, так сказать, вами руководить, а в том, чтобы поддерживать реальную борьбу реальных трудящихся, вот тех самых профсоюзных ячеек, которые выражают интересы соответствующего трудового коллектива. Следующий вопрос, Евгения. При расчете стоимости рабочей силы нужно ли учитывать профессию работника и его вклад в производство? Ведь каждая семья состоит, например, из пяти человек, муж, жена и трое детей, и на воспроизводство им нужны примерно одинаковые доходы, будь он рабочий от честного забоя или просто стволовым. А вложенный труд этих профессий достаточно различается по квалификации, тяжести и сложности. Я думаю, что раз это разные профессии, разные по сложности, по квалификации и по условиям, главное, труда, то нужно учесть, что нужно для нормального воспроизводства. Скажем, если очень где-то труд более тяжелый, значит требуется больше отдых, может больше сокращение рабочего времени, потом больше бесплатного санаторного курортного лечения, дополнительные возможности на медицинские услуги, дополнительные возможности для поддержания семьи этого работника. Все это должно быть учтено. То есть есть такое понятие стоимость рабочей силы, когда берутся все работники, как бы усредняются. А когда речь идет об индивидуальной стоимости, то есть о стоимости рабочей силы данных работников, данного типа работников, то надо учесть все эти дополнительные затраты, которые различаются в зависимости от того, какой у кого труд. Вот скажем, как вы видите, я сижу не в шахте, и воздух у меня тут не запылен, и крепче не обрушится. И вообще таких случаев, чтобы человек тут потерял жизнь и здоровье, практически не бывает. Поэтому надо видеть, что есть люди умственного труда, они в гораздо лучшем положении, поэтому затрата на воспроизводство, скажем, моей семьи, конечно, меньше, чем затрата на воспроизводство ваших работников. То есть нужно смотреть не просто, значит, что делают, а какие затраты приходится нести, и чем и как они компенсируются. А компенсируются они уже в денежном выражении. Значит, надо это переводить в денежное выражение и считать. Поэтому в зависимости от того, какая специальность или какой вид деятельности, от этого может разниться индивидуальная стоимость рабочей силы. Еще последний вопрос. На Украине, кроме традиционного профсоюза угольщиков, ПРУ, действует еще и альтернативный профсоюз НПГУ, независимый профсоюз горняков Украины. Соотношение примерно 70-30%. Он возник еще при СССР на волне шахтерских забастовок примерно в 90-м году. Идет сложная борьба за привлечение людей. Администрация пользуется этим разобщением. Как объяснить людям, что главное не выдача путевок, а борьба за улучшение условий труда? Спасибо, буду ждать видео с ответами на эти вопросы. Значит, давайте мы поставим себе вопрос, что такое профсоюз? Это союз работников одной профессии. Если это разные организации, скажем, они оформлены один как профсоюз горняков, а другой как вот ваш профсоюз, в котором вы состоите. Ну это же вообще по сути, это один должен быть союз. То есть, если это две организации, они должны идти на союзные действия для защиты интересов работников одной профессии. Профессиональный союз, профессия-то одна. У нас такая же ситуация и в России. В России тоже есть организации, которые входят в Федерацию независимых профсоюзов России. И есть Конфедерация труда России, которая из новых профсоюзов, которые были вот после начала 90-х годов. Ну вот, скажем, некоторые товарищи на низовом уровне, на уровне первичных организаций, нашли способ и возможность действовать заедино. Например, есть у нас в Санкт-Петербургском морском порту такой терминал, первый контейнерный терминал. И вот в этом первом контейнерном терминале заключено соглашение между профсоюзом работников водного транспорта, первичной его организацией. И российским профсоюзам докеров, которые подчиняются профсоюзу докеров и входят не в ФНПР, а в КТР. И создан единый представительный орган. И перед администрацией вот эти две профсоюзные организации выступают совместно. Председатель профсоюза докеров в данном случае выступает как председатель этого единого профсоюзного органа, так он называется, единый профсоюзный орган работников, ЕПОР. А заместителем является представитель или председатель организации ПРВТ. А ПРВТ – это профсоюз работников водного транспорта. И благодаря вот этому единству так получилось, что очень трудно ухудшить положение их. Дело в том, что вот новый собственник стал уменьшать объем работ. И появилась необходимость кому-то увольнять. Вот в этой организации, благодаря единству профсоюзов, записано в коллективном договоре, что нельзя уводить членов профсоюза. И стали увольнять нечленов профсоюза. В итоге получилась вот такая интересная картина. Это вот на этом первом контейнерном терминале уволены все нечлены профсоюза. И 100% работников – это члены профсоюза. Так что в данном случае уже администрация почистила организацию от тех, которые думали, что все равно будет коллективный договор действовать на весь профсоюз. Это да. Но вот тех, кто вошел в единый такой орган, то есть в союз двух профсоюзов, двух профсоюзных организаций, их уволить невозможно было, и уволили всех остальных. Назовите мне еще такую организацию, где все работники были бы членами профсоюза. Вот что означает единство. Пролетарии всех стран должны соединяться, и пролетарии уж одного-то предприятия. Спасибо вам за ваши вопросы. Будут еще вопросы, обращайтесь, будем отвечать. Михаил Васильевич, а вот скажите еще, может ли гражданин Украины или ЛНР, ДНР участвовать в Российском комитете рабочих? И может ли гражданин Украины и ЛНР, ДНР вступить в рабочую партию России? Значит, и на первый, и на второй вопрос я отвечу «да». Значит, первый вопрос касается Российского комитета рабочих. Это орган, где собираются люди не по политическим соображениям, а по принципам единства в общей борьбе за общие интересы рабочих. Поэтому и с какой страны, и с какого города приехал, это уже, так сказать, не столь принципиально. То есть, другое дело, что тут есть технические вопросы. Ведь понятное дело, что нужно где-то разместить, где-то поселить. То есть, есть организационные вопросы, и надо считаться с оргкомитетом. А в принципе, скажем, ограничений к этому нет. Второе. Второй вопрос касается рабочей партии России. Рабочая партия России не оформлена как политическая партия. Она представляет собой по юридическому своему оформлению общественное объединение. И как общественное объединение она имеет право действовать без регистрации. И поэтому никаких ограничений не может быть такого рода, что я вот вхожу в рабочую партию России, в общественное объединение, а еще в клуб филателлистов и друзей кино. Поэтому на правах общественного объединения у нас, в нашей партии, есть представители трудящихся и других стран. Потому что у нас не накладываются какие-то ограничения на том, чтобы поддерживать деятельность трудящихся и рабочих. Ясно, что речь идет в конце концов не о том, чтобы именно только рабочих России поддерживать. А чем лучше будут чувствовать себя рабочие и в других странах, тем легче будет рабочим бороться и в России. Правильно? Ведь все равно люди смотрят на тех, кто вырвался вперед, и это помогает им тоже пробиваться к намеченной цели. А чем может быть полезно, скажем, для тех же рабочих Украины в НРДНР вступить в рабочую партию? То есть что конкретно это изменит? Это чем полезно? Чем полезно отличаться от меньшевиков? Так бы я ответил. Вот, скажем, на чем разделились большевики и меньшевики на втором съезде партии в необъятной нашей России РСДРП? На том, что Ленин по пункту устава о том, кого считать членом партии, говорил, что надо того, кто участвует в одной из организаций. А Мартов говорил о том, что, дескать, кто регулярно помогает чем-нибудь партии материально или какими-то делами, своим участием. В чем разница? А в том разница, что если это организация, то люди приучаются к чему? Есть определенные требования. Требования, состоящие в том, что нужно повышать к себе требования. То есть надо изучать вот то, чем вы занимаетесь. Например, вас, наверное, никто с вас не требует, а вы сами изучаете, смотрите, готовите материалы и так далее. Ну, скажем, для членов партии это обязанность, а не просто желание. Вот человек обязан это делать, если он состоит в партии. Во-вторых, человек, который состоит в партии, он должен думать не о том, что вот он сделает только, а он должен думать о том, что нужно сделать как единая организация. То есть он приучает себя к тому, что вообще в конечном итоге потом приводит и к власти. То есть человек должен совместно решать, как действовать на общественном, политическом, экономическом пространстве. А человек, стоящий одиночкой, сторона, он, так сказать, одиночкой так себя и ведет. Так могут вести себя интеллигенты, смысл деятельности, который в том, чтобы самому лично что-то написать, что-то сделать, что-то открыть и так далее. А рабочий чувствует себя и силой его в организации. Вот, например, даже Плеханов в свое время писал о том, чем отличается рабочий от интеллигента. Он говорил, что всем понятно, что знаний, конечно, больше у интеллигента, а у рабочего меньше. У средний интеллигент больше знает, чем средний рабочий. Но мы же говорим не о знаниях, а о сознательности. А сознательность рабочего выше, чем сознательность среднего интеллигента, потому что его положение жизненное больше обязывает его, больше его побуждает к действиям, чем положение интеллигента, который должен только рассчитывать приоритет на себя. А рабочий рассчитывает не на себя только, а на товарищей, на союзную коллективную борьбу. Поэтому не случайно, что для марксистов, для коммунистов непреложным является такое требование, что надо ориентироваться на то, что именно городской, фабрично-заводской промышленный пролетариат является тем классом, который может руководить обществом на всем пути до полного уничтожения классов. Так у Ленина в Великом Почине и написано. Спасибо, Михаил Васильевич, за ответы. И спасибо Евгению Степанчикову за вопросы и за его профсоюзную работу. Спасибо.